Мы приветствуем всех наших телезрителей, кто присоединился сейчас к нам. Это программа Регион Лайф, Рута Келлер, Дмитрий Белькевич. Знаем, что сейчас в прямом эфире на всех российских региональных и федеральных каналах транслируется послание Федеральному собранию президента России Владимира Путина. Это традиционное мероприятие, которое проводится ежегодно. И, конечно же, сейчас мы также вместе с вами будем следить за основными тезисами, которые наш российский лидер транслируют главам регионов, силовых и других ведомств, Госдуме, Совету Федерации для того, чтобы дать вектор дальнейшего развития на ближайшие годы нашей стране и всем ветвям власти законодательной, исполнительной и, конечно же, судебной. Напоминаю, что у нас сегодня есть также возможность общаться с вами. Если какие-то вопросы появятся, можете их адресовать нам на студийный ватсап. Номер телефона вы видите сейчас на экране. У нас есть еще и телеграм-канал. Можете на него подписаться и в ближайшее время появится вот уже появился вот этот заветный QR-код. Наводите телефоны и подписывайтесь, следите за всеми последними обновлениями. Ну и напомню, что Рута Келлер традиционно подготовила для вас обзор новостей, которые подготовили коллеги из других редакций. Рута, слово тебе. Благодарю, Дима. Лесные пожары в прямом и переносном смысле душат штат Техас. Там просто бушует стихия. Иначе даже и сказать нельзя, глядя на эти кадры. Причем тот же самый городок 10 лет назад уже переживал подобную ситуацию. И как события разворачиваются сегодня и много других мировых зарубежных новостей. Смотрите программу «Мировые новости». В Новосибирской области устроили практически биатлон на джипах. Может, мы доживем до такого вида спорта. Посмотрим. Ну а пока, конечно, любители погонять преодолевают сугробы. И, как обычно, застревали, их откапывали. Но все целы, невредимы. И сюжет об этом, и много других новостей Ксения Корзун расскажет в программе ДПС. Коллеги из новостной редакции готовят свежий выпуск новостей. Он появится в 18.30. И спортивные события Новосибирской области представит Кристина Лата. Ну и, пожалуй, сейчас то самое главное событие, которое происходит у нас в эти минуты, в эти секунды. Мы также продолжаем следить за ними по социальным сетям. И вы точно также можете за нашей программой следить в социальных сетях. Ну и, пожалуй, начнем. Начнем, да. Все, что известно на этот частный сентябрь. Уважаемые наши телезрители, давайте, наверное, сразу будем знакомиться с нашей гостью. Это Надежда Вавилина, заведующая научно-исследовательской лабораторией Центра социальных исследований Сибирского института управления филиала Ранхикс, председатель общественного совета при управлении. Здравствуйте, Надежда Дмитриевна. Добрый вечер. Вы наш сегодняшний эксперт. Неспроста мы обратились к вам, поскольку вы действительно считаетесь признанным экспертом в области социологии, в первую очередь. И сразу несколько ключевых моментов, которые озвучил сегодня президент, уже озвучил, они касаются каждого из нас, обычных рядовых новосибирцев в том числе. Кстати, напомню, что у нас сейчас в Москве находится, конечно же, руководство региона во главе с губернатором Андреем Травниковым и спикером Законодательного собрания региона. Так вот, те вопросы, которые сегодня уже успел озвучить президент, они касаются, ну, в самом начале коснулся, конечно, обороноспособности нашей страны. И это, наверное, неспроста, поскольку, естественно, сейчас проводится специальная военная операция, естественно, значительная часть трудовых ресурсов, значительная часть политических ресурсов направлена на то, чтобы урегулировать существующий конфликт, осуществить ту самую зачистку, о которой говорит президент. Но вот вектор прозвучал. Необходимо развивать оборонку, развивать демографию. Как эти два вектора между собой связаны? Знаете, ну я начну с тех слов, с которых сегодня и начал президент. Он сказал, что я готов сегодня сказать обществу свой взгляд в будущее. И меня очень порадовало вот в двух первых позициях вот это вот понимание будущего. Да, конечно, нам очень важно закончить военную операцию. Но ведь каждый момент, когда он говорил о военной операции, он сразу начал обсуждать не только вооружение, он говорил, нам надо восстановить, нам надо построить, нам надо дать людям примерно тот же уровень жизни, что и в России в целом, то же ощущение будущего, что и в России в целом. И в этом смысле две, мне кажется, принципиальные вещи он произнес. Я не знаю, заметили ли, может быть, вот, что называется, просто слушатели. А с точки зрения социологии было сказано две очень важных вещи. Первое, он сказал, мы будем стоять на демократии, на демократическом пути развития. Но дальше он точно, совершенно описал, это единство и солидарность. Это межрелигиозное единство и солидарность. Это межнациональное единство и солидарность. Он прекрасно понимает, что мы можем политически расходиться, мы можем спорить, но он понимает, и в этом очень важно как раз зафиксировать, если мы все это будем понимать, как он, то тогда будущее, что называется, возможно. Ну и второе, да, про вооружение говорилось много, про оборонный бюджет говорилось много. Но я благодарю президента за то, что он напомнил, что когда мы в самом деле на вооружение в 80-е годы тратили этих самых 13%, то люди в это время стояли в очереди. Он, правда, вот этого не добавил, маленького кусочка. Мы помним, да, аспекты плановой экономики. И он говорит дальше, да, он дальше говорит, мы будем наш внутренний валовый продукт таким образом тратить на вооружение, что это будет научное, технологическое, инновационное наше всеобщее развитие. То есть вот эти элементы будут наполняться все новым и новым, так сказать, пониманием, ресурсами, самое главное, и благодаря этому мы будем двигаться в решении задач военной операции и нашей защиты. Вот это для меня было главное. Но дальше, слава богу, пошли, что называется, такие каждодневные жизненные вопросы. Понимаете? Прежде чем мы перейдем к каждодневным жизненным вопросам, хотелось бы уточнить. Вот эта солидарность, о которой вы сейчас говорили, о которой говорил президент, она же основана, и он остановился на этом, акцентировал отдельное внимание, и как раз потом пошло уже далее по как раз каждодневным бытовым вопросам. Речь идет о традиционных ценностях. И в первую очередь, наверное, встает ценность семьи. И вот, наверное, важно отметить те аспекты, которых коснулся президент. Он выделил сразу несколько параметров, которые будут реализованы в нашей стране в ближайшие годы для того, чтобы поддерживать тот самый институт семьи. И вот что сейчас, по вашему мнению, отличается, вот в словах, которые произнес наш лидер, от той внутренней политики социальной, которая реализовалась до наших дней, до настоящего времени? Есть ли какое-то принципиальное различие, и на чем оно основано? Ну, напомню, что он сегодня проблемы семьи и проблемы бедности одновременно поставил. Для меня это очень важно по одной простой причине. Как известно, я достаточно такой крупный специалист по бедности, даже докторскую защищала по бедности в 2000 году. То я могу сказать, что по большому счету, допустим, в городе Новосибирске, где сегодня 76% населения 18 лет и старше ведут так называемую активную экономическую жизнь, но, проще говоря, занятые. Вот такой бедности вроде бы, там, махровой бедности, есть нечего, не во что одеть детей и отправить в школу, такого нет, конечно. Это все верно. Но верно и другое, то, о чем и президент говорил. Он говорил, как только семья начинает в буквальном смысле выполнять свою роль, а ее буквальное смысл – это родить детей, как только она начинает родить детей, одного, второго, третьего, вот это вот неблагополучие начинает нарастать. И слава богу, он на этом и сосредоточился, что давайте, говорит, во-первых, объявим новый национальный проект «Семья». Да. Во-вторых, все, что касается детей в семье, мы будем наполнять так называемый социальный контракт. Я напомню, социальный контракт на самом деле у нас, в общем-то, имеет место уже несколько лет, но он не был таким ответственным, что ли. Социальный контракт – это же когда государство берет на себя определенные функции, определенные задачи, обещания берет на себя в обмен на ответственность семьи за своих детей. Это двухстороннее отношение государства с человеком. А человек этот должен находиться в семье. Это очень важная позиция. И те 100 миллиардов, о которых он сказал, что они уже будут выделены в этом году, именно на исполнение социального контракта, я считаю, что это очень важно. Но, вот понимаете, национальный проект, у нас уже много национальных проектов, у некоторых проектов национальных уже история достаточно большая. Какие-то трансформированные существенные причем. Итак, мы объявляем новый национальный проект. Он называется «Семья». И, наверное, вот все, что мы делаем, мы туда объединим. А с точки зрения социологии, мне не кажется это вот особенно правильным. Понимаете? Я бы воспользовалась даже в рамках одного национального проекта четким позиционированием первое, второе, третье, четвертое. Я, когда слушала сегодня президента в этом месте, я вспомнила, наверное, почти 15-летние, может, 10-летние истории развития Красноярского края, когда еще не было национальных проектов. В Красноярском крае был объявлен проект, который назывался «4D». «Демография», «Деревня», «Дети», «Деньги». «Дети» и «Деньги». Нет, не «Деньги». И что-то еще четвертое. Так вот, я бы, понимаете, вот этот новый национальный проект, я бы новый национальный проект жестко вот так же выставила. Итак, «Демография», «Дети», «Деревня». Вот, мне кажется, мы в последнее время... Ну, может быть, не так, но расплывчато Владимир Владимирович все-таки затронул вот эти пункты. То есть буквально не по пункту. Я, к сожалению, уже только начало смотрела. Смотрите, вот мы в последнее время, говоря об экономическом развитии и традиционных ценностях, очень часто как-то так допускаем, что называется, забывчивость, откуда ценности когда-то традиционные шли. Вот это вот единство, та же самая солидарность, они же формировались в каких-то конкретных сообществах, и они никогда не были сильно большими. Теперь мы больших живем. Больших живем в сообществе. Давайте мы в городской эгломерации. Можно немножечко прерву, вот все-таки поддержку семей, что предлагает Владимир Владимирович, да? Регионы России с низкой рождаемостью получат в ближайшие годы до 75 миллиардов рублей на расширение мер поддержки семей. Ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семей с детьми до 6 лет. Выплата в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребенка будет продлена до 30-го года. И продлить программу материнского капитала до 30-го года. Но стимул, в принципе, есть вектор развития, собственно говоря, к тому, чтобы... По отношению к семье. К семье. Есть. Но тут самое еще очень интересное, что затронул здесь еще и включение, так скажем, воспитания. Очень огромное. То, о чем я вам сказала. Он вот этот социальный контракт, заметьте, после слова национальный проект, новый национальный проект семья, он сразу начал говорить про него. Это очень важно. Так это связано, наверное, с тем, что помимо того, что ты должен что-то получить, ты, наверное, должен что-то отдать. Это резонно. То есть движение нужно будет двусторонним. Даже не отдать, а ответственность нести. Ты родила ребенка. Вы знаете, у стимулирования рождаемости есть вот такое побочное явление. Социологи же любое явление рассматривают с точки зрения социальных выгод и социальных рисков. Ну, конечно. Так социальный риск состоит в том, что когда мы стимулируем рождаемость, то в ряде случаев может возникнуть безответственность у тех, кто родит. И вот на сей раз это было сказано жестко. Социальный контракт. Много очень было сказано слов относительно раньше существовавшего проекта демографии, который немножко трансформируется постепенно в течение времени. Это связано и с выплатой, к примеру, материнского капитала. Очень много было копий сломано и социологами, и политологами, и представителями масс-медиа. Говорили, что мы таким образом плодим нищету. Мы платим деньги, мы не получаем качественного воспитания, мы просто играем в одну калитку. Потом мы получаем проблемы преступности, сиротства, социального сиротства. Затем у нас объективно не поспевала социальная инфраструктура, за этим сейчас будет иначе. Ну вот я вспомнила это четвертое Д, и он там говорил об этом. Четвертое Д это было дом. Дом. И слава богу, там, во-первых, говорилось о расширении жилищного строительства. Похвалили, конечно, нас за то, что мы уже там и так много сделали. Но слава богу, будет расширение жилищного строительства. Слава богу, сохранится льготная ипотека. Напомню, она вообще-то по предыдущим решениям 1 июля заканчивается, срок действия ее. И, следовательно, речь президента нас убеждает в том, что она будет продлена. Причем, насколько я понимаю, до 30-го года, то есть на 6 лет. Вот эта вот буква Д, четвертая Дом, это очень важно. Соглашусь с вами, но я думаю, что этот вопрос будет поднят. Да, мы начали стимулировать рождаемость, особенно там с 2009 года. Но потом вдруг оказалось, мы не смогли обеспечить местами в детских садах. Мы кинулись решать эту задачу, вовремя начали, что называется, решать. Но тут объективные, так сказать, трудности в рождаемости, 90-е годы начали сказываться. Мы построили детские сады, а теперь нам нужны школы очень быстро, да? Хорошо, мы отреагировали вот и на это все. Но важно отметить, что теперь понимание возникло, что кроме детских садов, школьного образования, сильного и качественного, хотелось бы это там услышать. Это есть. Есть? Ну, вот видите, мне бы хотелось еще услышать и то, что здравоохранение, особенно детское, будет иным. Вот это важно. На самом деле, вот недавно совсем была коллегия при губернаторе, и обсуждался вопрос социально-экономического развития региона. И наш профильный министр здравоохранения Константин Хальзов отметил следующие позиции, что у нас на самом деле увеличивается продолжительность жизни. У нас, значит, увеличивается выживаемость детей до года, вот это тот самый сложный период, да, и вроде как у нас все в этом плане налаживается. Вот. Но сегодня президент заявил о том, что около триллиона рублей, сейчас гляну свою шпаргалку, не показывайте меня, крупно уважаемые коллеги, полтора миллиарда, нет, извините, триллион рублей будет выделено на объекты здравоохранения в ближайшее время, да? Ты имеешь в виду про перинатальные центры, где он говорит, да? В том числе на них, да, поскольку необходимо, естественно, озадачиться сохранением здоровья маленьких пациентов и, естественно, планирование семьи, центра планирования семьи, да. То есть вот то, что вы хотели бы услышать, он это произнес. Скажите, а вот все-таки, все-таки, смогут ли такие колоссальные вливания, в том числе в здравоохранение, ситуацию изменить, увеличить продолжительность жизни, согласно необходимым всем показателям, мы рождаемость увеличили, и все равно же остается child free, согласись, Рута, да, все равно же остаются люди, которые говорят, что все равно мало, и вот денег все равно чего-то не хватает, я боюсь, я не готова, у нас ценности в 90-х годах пошатнувшиеся сейчас только-только выстраиваются. То есть у них уже заложено как бы это. Да, и вот в этом плане, сможем ли мы подтолкнуть на рождаемость? И опять-таки отсюда возникает тесная связь с теми самыми процентами бедности. Помните, он озвучил, 30% многодетных семей не находятся в четверг бедности. Да, семей с многодетными. А что такое многодетная семья? Я напомню, по нашим нормативным установкам, это семья, имеющая трех детей, уже многодетная. И если вы четко себе представляете, что 30% этих семей находится за пределами, что называется, порога нормальной жизни, то, конечно, это очень тяжелая задача. Но давайте поделим здравоохранение вначале, а потом бедность. Попробуем обсудить, как с этим быть. Смотрите, здравоохранение очень нелегкая задача. Мы за два года пандемии потеряли 4 года от ожидаемого уровня прожития или дожития, или жизни среднего уровня. У нас было уже 74, и мы укатились на 70. Я имею в виду российские. Но у нас примерно так же, может, чуть-чуть там на полгода лучше, но не более того. Отдать надо должное, что за последующие после пандемии, 22-23, нам удалось каким-то образом восстановить более-менее потенциал. То есть определенными ресурсами здравоохранение располагает. Если мы добавляем к этому те ресурсы, которые будут работать на 4D, условно говоря, то есть на семью, на рождаемость, на воспитание детей, на их здоровье, то здравоохранение справится, сможет содействовать. Но не забудьте, ведь здравоохранение, это только 10%, 90% это мы. Вот именно, чтобы хотели продолжать. Вот, и здесь встает вопрос совсем о другом. О здоровом образе жизни, о доступе к таким ресурсам у семьи, как спорт, художественное творчество, театральное творчество, там еще что-то. То есть это целая инфраструктура культурно-воспитательного типа. Причем культурно-воспитательного типа, это не танцы, пляски, всякий час. Я каждый раз об этом говорю, не в обиду будет сказано деятелям культуры. Всякий элемент культурного воздействия, как на детей, так и на взрослых, он должен достигать какой-то цели. Но давайте поставим цель здорового человека, здорового ребенка. И культурно-физиологически здорового. А когда, простите, дорогие коллеги, когда у нас со сцен некоторых театров и даже в телеканалах идут воспитательные мероприятия, где звучит что-то близкое почти что к мату, простите. То есть давайте подумаем, на что мы все работаем. Итак, если национальный проект «Семья», мы все работаем на него. Все работаем на него. Если мы хотим здоровое поколение, которое будет умное, грамотное и придет не только по пушкинской карте, придет в наши театры, то давайте будем работать на это, что оно придет туда, что оно будет здоровое, морально и физически тоже. Вот, слава богу, я поняла, президент об этом подумал, и проблемы здорового образа жизни у него тоже там уже есть. Мы к этому немножко попозже вернемся. Просто один получается момент очень важный. Вот я тоже хочу заметить, получается, если раньше отрасль, у которой все тянуло, было строительство, всегда в советское время и сейчас, то я так понимаю, сейчас тянуть будет все семья, все будет подстраиваться под этот институт общества. Вы знаете, я даже слышала такое. Может быть, это неправда, но я бы поддержала. Я слышала, что будет принят специальный указ президента в год семьи, когда будут некоторые, так сказать, материально-моральные стимулы по отношению к семьям, имеющим уже определенный стаж, опыт, достижения. Мне даже говорили, что это будет, например, совместный стаж проживания семьи 30 лет, 40 лет. Но о 50-ти годах я не говорю, потому что у нас сейчас есть эта норма. И, кстати, как правило, это очень сильно зависит от регионов. Если регион понимает значимость, то он эту норму вводит, и губернатор или другие политические деятели, в общем, с 50-летием, поздравляют тех граждан, которые семье отдали столько много своей жизни. А вот, говоря, теперь 30 и 40 будет. Я бы поддержала, честно говоря, потому что, вы понимаете, президент, он прав. Он точно сегодня сказал 100 миллиардов сюда, 1 триллион сюда, там еще 1 миллиард 200 сюда. Деньги, сказал он, на все есть и просчитаны. Он прав, но только мне бы хотелось, чтобы эти просчитанные деньги, они сделали и общество другим, понимаете? Общество другим. Дело ведь иногда не в том, чтобы, так сказать, деньги были, а дело в том, что я бы уверена была в том, что мой ребенок, третий рожденный, или четвертый, или мои внуки, они, да, они, у них есть будущее, есть будущее. И вот здесь, к сожалению, проблемы бедности были подняты вполне правильно. Давайте вернемся к бедности, чуть попозже, Рута. Да, я хотела сказать, что вот насчет культуры мы еще увидим, посмотрим дальше, может быть, что-то и прозвучит. Но, по крайней мере, одно мы снизили точно, это вот употребление крепкого алкоголя. Вот Путин так сказал и порадовался. Ну и он посоветовал всем вставать на лыжи, но об этом мы обязательно вернемся только после программы «Мировые новости». Всем привет! В эфире канал ОТС «Мировые новости» с обзором последних событий из разных уголков мира. Вас познакомлю я, Ксения Петренко. Смотрите в этом выпуске. Техас и ряд соседних штатов страдают от лесных пожаров. Один город выгорел полностью. Источники сообщают об аресте президента Чада. Что это, переворот или фейк? Терапевт Белого дома раскрыл тайну здоровья американского президента. Чем болен Джо Байден и на что влияет болезнь? Жуткая беда обрушилась на страдающих от засилия мигрантов в штат Техас, беспорядки в Греции и возвращение итальянских пленников из плена исламистов. Об этом в рубрике «Актуально», но сначала подробности о смертельной аварии в Мексике. Два человека погибли в результате автомобильной аварии, произошедшей в Мексике. Кадры трагедии попали в камеры очевидцев. Свидетели происшествия запечатлели, как небольшой внедорожник во время развлекательной поездки по пересеченной местности в так называемом джип-спринте, теряет управление и падает с горы. Машина в прямом смысле кувыркается, и в процессе из нее выпадают люди. Водитель и пассажир погибли. Крупный взрыв прогремел в Лос-Анджелесе. На воздух взлетел грузовик с сжиженным газом. Инцидент произошел на улице Генри Форда. Водитель грузовика увидел искру и покинул место возгорания, вызвав на место пожарных. И как раз во время ликвидации возгорания прогремел взрыв. Девятерых из 12 огнеборцев в прямом смысле раскидало по улице. Этот момент также попал в объектив камер. Пострадавшие все в больнице. Накануне одного из них выписали врачи. К другим темам. В Техасе США объявлен режим ЧС. Губернатор штата предпринял такие меры не на фоне роста числа нелегальных мигрантов, от которых страдал регион прошедшие месяцы. А из-за стремительно набирающих силы лесных пожаров в штате полностью выгорел город Фрич. В нем проживали 2000 человек. Все они успели эвакуироваться. К слову, аналогичная судьба уже постигала населенный пункт 10 лет назад. Пожары добрались и до соседних штатов. Оклахома и Миссисипи. Суммарно огонь охватил больше 500 тысяч гектаров. О пострадавших и погибших пока не сообщается. Боливийцы также оказались во власти стихии. В небольшом городе прорвало плотину, что спровоцировало масштабный оползень. Все детали знают мои коллеги. Это кадры из Боливии. Масштабный оползень похоронил под собой деревню. Она называется Лакина и находится в департаменте Кочабамба. Катастрофа случилась после того, как прорвало плотину близлежащей лагуны. Разрушены жилые дома и фермы, уничтожены посевы. При этом человеческих жертв, похоже, чудом удалось избежать. «Мы опустошены. Что нам делать, если мы лишились всего? Важнее всего было спастись самим». По словам властей, завалено около 30 домов. Жилья лишились примерно 40 семей. «Мы собираемся разработать план действий по восстановлению заваленных грязью домов, а также по возвращению имущества семьям, которые, конечно, в отчаянии и переживают из-за всего этого». В то же время в Анском регионе Потосе из-за проливных дождей вышли из берегов реки. Улицы населённых пунктов покрыты камнями и грязью. Разрушено более 400 домов. Противоречивая информация поступает из Чада. Сообщается, что в стране произошёл переворот. И лидер государства Мохаммед Дебби арестован, а его главный оппонент убит. Но точного подтверждения этой информации нет. Послы России, США и Франции сообщили, что ещё накануне вечером ситуация находилась под контролем Дебби. Но, вероятно, что-то изменилось. И сейчас устанавливается, кто отдал приказ о боресте президента. Масштабными беспорядками и столкновениями с полицией в Греции отметили годовщину трагедии. Речь о железнодорожной катастрофе, произошедшей год назад. Тогда следовавший из Афин в Салонике пассажирский поезд на скорости столкнулся в лоб-лоб с товарным составом. В пассажирском поезде находилось больше 350 человек. Погибли около 40 человек. Десятки оказались ранены. В Афинах в памяти о произошедшем сотни студентов и рабочих прошли по улицам города, требуя наказать виновных и заодно роста зарплат. Зафиксированы столкновения со стражами порядка. Два года в плену малейских исламистов провела итальянская семья. На днях она вернулась на родину, что стало следствием масштабной операции и длительных переговоров. Смотрите подробности. Пожилая супружеская пара и их сын, похищенный в 2022 году исламистской группировкой в Мали, выходят из самолета в римском аэропорту Чампина. Перед тем, как попасть в плен, Рока и Джованни Лангона, а также Мария Доната Кайвана, жили в религиозной общении в городе Кутиала на юге Мали. Их захватили джихадисты, связанные с боевиками Аль-Каиды, группировки, запрещенные в России и других странах. Правительство Италии заявило, что их освобождение обеспечили итальянская разведка и Министерство иностранных дел. Они сотрудничали с представителями племён и малейской разведкой. Никакой дополнительной информации не предоставили. На момент похищения супругам было около 70 лет, а их сыну примерно 50. Их второй сын, который оставался в Италии, поблагодарил правительство за помощь в освобождении его семьи. «Я хочу от всей души поблагодарить итальянское правительство и кризисный отдел за то, как они мне помогли. Могу сказать, что я ни дня не сомневался, что их привезут ко мне домой в целости и сохранности. Просто нет слов, меня переполняют эмоции. Не желаю никому пережить то, что пережил я». Мали годами пытается сдержать исламистских повстанцев, которые дестабилизируют целый регион. При этом боевики используют страну как опорный пункт для нападений на другие страны Западной Африки. Безопасность грядущих Олимпийских игр под угрозой. Сотрудника парижской мэрии обокрали. Добычей преступника стал ноутбук с планами обеспечения безопасности спортивного мероприятия. Произошло это в поезде. Жертва вора сел на северном вокзале и положил ноутбук на полку над своим сиденьем. А когда доехал до своей станции, ничего там уже не обнаружил. В сумке с ноутом были две флешки, на которых была конфиденциальная информация. Сотрудники полиции уже ищут вора. Стало известно состояние здоровья американского президента Джо Байдена. Врач Белого дома рассекретил болезнь, которой страдает глава американской администрации. В анамнезе пожилого президента апноэ во сне, гиперлепидемия и спинной артрит. Об этом сообщил терапевт Кевин О'Коннор по результатам ежегодного обследования американского лидера. При этом в документах говорится, что некоторые из этих заболеваний приводят к ухудшению памяти, снижению работоспособности и ухудшению интеллекта. 31 тысячу долларов выложил новый владелец за лот, который был выставлен на аукционе в США. В Бостоне с молотка ушли часы, которые расплавились во время бомбардировки Хиросимы в 1945 году. Маленькие часы из латуни среди руин города обнаружил британский солдат. И хотя они были сильно повреждены из-за ядерного взрыва, стрелки остались целы. Они навсегда застыли на времени 8.15 утра. Именно тогда американский бомбардировщик нанес ядерный удар по Хиросиме. Организаторы аукциона считают, что лот станет хорошим напоминанием о том, к чему способна привести ядерная война. И напоследок. Во Франции установили мировой рекорд по сборке самого большого конструктора «Лего». На западе страны прошло мероприятие, участие в котором приняли тысячи человек. Состоялось это действие 25 февраля при чутком внимании со стороны представителей Книги рекордов Гиннеса. Параметры созданного конструктора таковы – 21 метр в длину и почти 2 метра в ширину. Это огромная фреска, изображающая корабль под названием «Нотр-Дам-де-Руменголь». Рекорд засчитан. Но главной целью было не только это. Организаторы намеревались собрать средства для реставрации корабля, которое оценивается в 150 тысяч евро. На этом у меня все новости. Желаю вам хорошего настроения. С вами была Ксения Петренко. Смотрите нас в YouTube и Telegram каналах. Увидимся! Продолжаем прямой эфир канала ОТС, программа «Регион лайф». И мы в прямом эфире сегодня обсуждаем ключевые тезисы, которые главам регионов различных ведомств дал и дает президент России Владимир Путин. И до перерыва на мировые новости мы вместе с Рутой Келлер, это мой напарник, и нашей уважаемой гостьей Надеждой Вавилиной, заведующей научно-исследовательской лабораторией Центра социальных исследований Сибирского института управления филиала РАНХИИКС, обсуждаем как раз те самые ключевые аспекты, которых коснулся президент. До перерыва мы говорили о семье и различных аспектах поддержки семьи, материнства и детства. И остановились на моменте, связанном в том числе с бедностью среди многодетных семей. Вот была озвучена цифра, 30% многодетных семей находится за этой чертой, и, естественно, нужно будет сократить этот разрыв до 12%. А в принципе, в целом, по всем категориям граждан, до 7% с 9%. И еще озвучены были такие цифры, 35 тысяч рублей должен составить МРОД. Ваше мнение по этому поводу, Надежда Дмитриевна? Ну, видите, МРОД 35 тысяч, это в районе 30-го года, видимо, имеется в виду, или в отдаленной перспективе, так скажем. Ну, 30-е годы. Да, да, да. Сегодня прожиточный минимум для разных групп населения от 15 до 16 тысяч уже. И мне кажется, тут немножко проблема, я не думаю, что президент о ней не знает, но проблема здесь немножко в другом состоит. Проблема состоит в том уровне инфляции, на который мы сейчас, в общем-то, попали. И любое повышение сегодня, даже если бы завтра повысили МРОД до 35 тысяч, то это бы не очень усилило, улучшило бы наше благосостояние. Но это бы все равно не гарантировало того, о чем мы говорили, обсуждая проблему бедности. Понимаете, вот инфляция, это такой, как бы, такой процесс, присущий всегда неплановому производству. Ну, про дефляцию еще ни разу не слышишь, что это все инфляция, инфляция, инфляция. И он так сильно воздействует на положение семьи, на развитие образования, на тот самый здоровый образ жизни. Он на очень многое воздействует. И мне бы хотелось, на самом деле, услышать от президента его понимание преодоления вот этого. Это процесс объективный в условиях частной собственности. Но мне бы хотелось услышать его понимание, каким образом мы будем снижать и регулировать вот это, так сказать, явление. Ну, сложно регулировать в частном секторе. Но это, наверное, работа на местах как раз-таки, возможно. Вы знаете, мне кажется, пришло время, когда мы вновь должны осмыслить процессы развития производства. С одной стороны, это, конечно, и президент говорил уже о самых первых своих позициях, о которых я слышала накануне нашей с вами встречи, это проблема кадров. Проблема кадров для технологического развития, проблема кадров для развития фундаментальной науки. Это все было сказано в той самой позиции, когда он говорил, что мы так будем строить развитие нашего внутреннего валового продукта, что он будет сначала на этот направлен, а этот даст нам победу, условно говоря, в военной операции и даст другую экономику. Ну, понимаете, правила должны поменяться в самой, не столько даже экономике, вот сейчас немедленно, а, скорее всего, в самом производстве. Ну, я скажу, чтобы было всем понятно, что я имею в виду. Вот смотрите, когда вы в любой из европейских стран появляетесь, какую-нибудь маленькую там Голландию или Большую Германию, то там всегда существует очень жесткое регулирование на целую совокупность товаров, услуг и так далее. Понимаете? Когда вы заходите в какой-нибудь там ресторанчик в Нидерландах, то там вообще прескуранцент висит прямо в рамочке на стеночке, который утверждается ежегодно мэрией этого города, и с которой вполне понятно все доходы, которые получит предприниматель, а значит все налоги, которые он должен уплатить. То есть все открыто? Да. Ну, а у нас разве не так сейчас? У нас не так. Мы использовали другую методику, потому что нам нужно было установить это производство, чтобы оно появилось. И мы использовали методику, когда государство ввело правило, оно позволяло тебе, то, что называется в экономике, оптимизировать налоги. Ты мог уйти на упрощенную систему налогообложения. Понятно, да? Понятно, да. Да, и вот теперь мы так научились оптимизировать, что в конечном счете очень часто бюджет, я так думаю, мне такая картинка всегда, бюджет стоит, так и думает, боже, что делать? И госпожа Набиулина отвечает, тогда ставки Центробанка будут вот такие, и весь бизнес задрожал и еще более ушел. И еще более увеличил стоимость налоги. Про бизнес, кстати, тоже научился оптимизировать налоги. Должны поменяться правила, понимаете? Должно быть выгодно производителю производить как можно более дешевле. Как можно более дешевле. Надо его стимулировать каким-то образом. Я понимаю, я не экономист, но думаю, что если экономисты и социологи вместе сядут, то мы найдем эти вот модели. Да, но резонно предположить, что можно и тем и другим, понимаете? Резонно предположить, что можно брать объемами, а не стоимостью. Произвел больше, больше купили. Я не верю, что только ставкой Центробанка можно снижать инфляцию. Ну, они же, видите, как, они решают, экономисты, я имею в виду, когда я говорю, они решают... Давайте объединимся. Давайте объединимся. Я говорю, что я провозгласил президент, что сохранится льготная ипотека. Льготная ипотека, это когда сегодня просто гражданин получает ипотеку под 17-19%, а маленькая доля населения, но все равно все-таки это, а теперь она будет расширена за счет многодетных семей, да? А маленькая доля населения получает под 2-3%. Простите, а вот это вот, как это возникающий этот самый, кто и как оплачивает? Может быть, те, кто платит 17, гарантирует вот эти 2? Вот эти 2%, да. Я понимаю, существует иной инструмент, и я вижу, как этот бюджет думает, ну ладно, раз такая инфляция, ну, наверное, маленькую эмиссию сделаем. Тут, как это, ставка Центробанка вот такая, тут маленькая эмиссия, немножко, немножко мы решили проблему. А инфляция будет все равно тогда больше. А инфляция остается на месте. Коллеги, экономисты, я обращаюсь к вам, давайте будем, ну, как это, по-государственному мыслить, но давайте искать иные, иные, иные инструменты развития. Коллеги, я не про экономику, политическую экономию, я про производство. Давайте искать, я уверена, они есть, эти инструменты. Дешевые кредиты, они так или иначе скажутся на производстве, однозначно. Давайте искать и считать. Хорошо, ну что, про производство, давайте про кадры поговорим. Мы дадим ли кадры? Мы неоднократно к вам обращаемся как эксперты, Надежда Дмитриевна, потому что сейчас кадровый голод и даже та же самая оборонная промышленность, она испытывает серьезные проблемы. У нас предприятия оборонки стоят в очереди сейчас, не люди к ним, а они стоят в очереди на ярмарке трудоустройства. Судя по посланию, до 4 года у нас должно уйти на то, чтобы подготовить миллион специалистов рабочих профессий для высокотехнологичных отраслей. Откуда мы их возьмем? Вы знаете, вот это я считаю вполне реально. Реально? Вполне реально. Смотрите, у нас за последние годы, ну вы конечно меня простите, ЕГЭ сделала свое дело. ЕГЭ сделала свое дело и у нас сегодня после выпуска из 9 класса 60% выпускников идут в среднее профессиональное образование. Это вполне реально, вполне реально. Единственное, что меня немножко смущает в этой ситуации, ну вот смотрите, насколько я помню, у Новосибирской области где-то около 60 учреждений среднего профессионального образования. И там уже есть вот эти самые колледжи или техникумы очень высокого класса, очень высокого. Это касается и колледжа, который работает на завод Чкалова, это касается и политического колледжа, который работает на другие производства. Но этого мало. Как ни странно, у нас великолепные колледжи, например, сегодня связаны с парикмахерским искусством, с модой и так далее. Да, были они у нас в гостях, правда, есть на что посмотреть. Я не вижу колледжей, но можешь только один могу назвать, который работает вот на тот самый ВВП наукой и технологией. Помните? Вот нам надо такие колледжи усилить, если их нет, создать, и причем создать почти в каждом регионе. Каждом. Хорошо, это деньги, но в бюджете может не быть, теоретически может быть бизнес тогда, тот самый завод, тот самый производитель. Понимаете, вот это те самые правила, которые нам нужно выработать. Если будет, смотрите, производителю, генеральному директору, там, я не знаю, собственнику, если будет выгодно ему вот этот заказ получить, получить... Вот я помню, в 2000 году на стажировке была в Штатах, в 2001, и выяснила такую вещь, что... А нет, в Германии, если ты берешь непрофиль, ну, так сказать, нерентабельное производство, то тебе в соответствии с этим вот объемом производства, например, в Германии это было электротранспорт, проще говоря, трамваи, и утилизация мусора. Утилизация мусора рентабельности не дает ни в одном государстве. И тогда государство вводит правила, оно говорит, хорошо, ты утилизируешь мусор, вот такая сумма, мы сегодня тратим ее, мы тебе эту сумму отдаем. Возвращаем, получается. Отдаем эту сумму, и ты как хочешь, так утилизируй, вот у тебя деньги. И всякий нормальный производитель начинает, то, что называют экономисты, снижать издержки со страшной силой. Ну, называется, чтобы из этой суммы осталось что-то себе. И осталась сумма. Или те же Штаты, о которых я начала говорить, если ты отдаешь 10% своего производства мелкому производителю, то тебе налог на прибыль снижается, условно говоря, не на 10%, а на 20%. Понимаете? Ну, это у них правила игры. Правила игры. И если сегодня, смотрите, если сегодня возникнет потребность у того или иного предприятия, в Новосибирске вот острейшая потребность, по моим каким-то тайным там сведениям, мы сегодня имеем 60 предприятий, получивших гособоронзаказ. Да, у нас катастрофа с кадрами. 60 предприятий. Я порадовалась, что у нас есть 60 предприятий, но им завтра нужны кадры. И если мы на региональном уровне примем нечто, я не знаю что, я не готова сказать, но если мы примем некую норму, которая позволит это делать, готовить кадры, самим предприятиям, я вас уверяю, проблема будет решена. Ну, вот можно чуть-чуть, я влезу, вот Путин про ЕГЭ, надо дать выпускникам второй шанс, возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Но как вариант тоже очень хороший. Теперь о другом уровне среднего образования. Про 9 класс я сказала, что самые лучшие у нас иногда уже, чтобы не сдавать ЕГЭ, ушли туда. Ну и хорошо, да? Мы теперь поняли. Давайте еще добавим специальное профессиональное образование. Колледжи, которые работают. Сейчас химико-технологические у нас есть. Давайте там, у нас есть высший колледж информатики. Вот такого типа добавим, и все нормально. А теперь про выпускные 11 классы и ЕГЭ. Вот этот спор бесконечный, хороший, плохой, отменить, ввести. Давайте закончим. Если у вас в семье есть дети, которые пошли на этот ЕГЭ, то все вы уже должны знать. А если нет, бабушки и дедушки, послушайте, уже дети давно решили этот вопрос. Они его согласны сдавать? Уверяю вас, они согласны сдавать ЕГЭ. Другой вопрос готовы? Другой вопрос, каково качество сегодня нашего среднего образования? Качество, качество. Желание наших педагогов готовить качественно. Но сегодня очень часто педагоги как раз заняты тем, что дрессируют на ЕГЭ. И эта дрессировка, наверное, имеет какие-то оправдания. Дети сдают ЕГЭ. У нас много высокобальных детишек. Но понимаете, качество от этого почему-то не добавляется. Я вот представитель вуза, я вам рассказываю. Не добавляется. Не хватает общей эрудиции. Не хватает фундаментальных знаний у детишек. Ну и опять возвращаемся в ту культуру. Да, вот теперь к культуре подошли. Опять возвращаемся туда. Давайте осмыслим, не надо ЕГЭ или не надо ЕГЭ. Давайте осмыслим уровни образования. Возможно, речь пойдет вновь об изменении. Ну вот очень любят наши сегодняшние, и даже депутаты многие рассуждают. Давайте вернемся к советской системе образования. Ну да. Давайте вернемся. Только давайте поймем, к чему там возвращаться. К чему? К чему возвращаться. Да, вот я бы, например, имея советское образование, великолепное по качеству, великолепное, я спокойно, сдав 7 выпускных экзаменов, также спокойно поступила в НГУ при конкурсе на 14 человек на место. Понимаете? Хорошее образование. Но смотрите, там ведь очень много было, что связано с нашими ценностями. Сколько уроков литературы, сколько, почему в те годы было возможно, чтобы ученик, вот я перед вами, ученик одинаково успешно учился и по физике, и по литературе. Почему? Почему? Давайте над этим лучше подумаем, и не будем обращаться к этому ЕГЭ. Когда мы так будем качественно строить наше образование, тогда мы будем другими. ЕГЭ не станет вопросом. Давайте несколько слов президента послушаем. Наши режиссеры должны были подготовить материал. Что он думает о образовании? Несколько слов, пожалуйста, давайте попробуем. В целом на капитальный ремонт детских садов и школ выделим дополнительно более 400 миллиардов рублей. В тех городах, где вопрос переполнения образовательных учреждений стоит наиболее остро, придется опять за счет федерального бюджета, за счет федеральных ресурсов решать эту задачу. Построим дополнительные в общей сложности не менее 150 школ и более 100 детских садов. Предлагаю ввести федеральную выплату 5000 рублей в месяц для всех советников-директоров по воспитанию в школах и колледжах. Ну вот смотрите, как раз то, что касается качества образования, он сказал, переполнение влияет. Не уделяю должное внимание ученикам. А вы знаете, отсутствие, мне кажется, учителей. Вы знаете, здесь другое. Кадры все-таки. Может, я совершенно нашу храмову скажу, но вы уж меня простите все. Давайте попробуем. Да. Здесь речь о другом. Здесь педагог должен стать другим. Понимаете? Педагог должен перестать быть вот этим урокодателем. Это то, что сейчас пропагандирует наставничество, наставника. Педагог, понимаете, у него очень жесткие сегодня требования. Не будем... Ну когда у него, простите, пожалуйста, но когда у него два класса вместо одного положенного, да, он становится как робот. Я не думаю, что в мою бытность у наших педагогов были другие нагрузки. Да? Да. Не думаю. Думаю, что они тоже нагрузку имели достаточно большую и проверяли тетради не так, как сейчас. И сочинения мы писали страшные. Раньше и педагог в мости мог прийти и сказать, а почему Ваня Иванов не пришел сегодня и почему-то не подтягиваешься. Совершенно верно. А иногда и отправлял одноклассников, чтобы Ваню поддержать. Смотрите, вот сейчас очень много педагоги говорят о том, какие ужасные родители. Требуют, не уважают учителя и так далее. Наверное, это так. А сами педагоги, они знают своих родителей. Они ходят к ним домой. Вы знаете, конечно, нехорошо, но я расскажу случай, когда я в девятом классе вдруг получила, тогда была десятилетка, вдруг получила два по математике. У меня великолепная была математика, физика, литература, мне все равно было, что изучать, мне все было хорошо. И вдруг я получаю два. И мой педагог по математике, заслуженный, призаслуженный учитель, пошел к моей маме на работу и говорит, вы знаете, с ней что-то случилось. Она сегодня вот там не подготовилась, пришла. Вот сейчас вы мне назовете такой факт? А я, кстати, скажу, вы знаете, я скажу, что со мной случилось. Случилась безответная любовь. Это чтобы всем вам было понятно, что педагог это видел, понимаете? Нет, исключения все-таки есть, исключения есть. Потому что когда моя дочь написала на тройку изложения, учитель мне написала, о чем думает Кирочка. Я сказала... Да, есть исключения. Хорошо, я вас перебью, Надежда Дмитриевна, скажите, пожалуйста, а вот эти самые деньги, о которых, говорю, президенты, которые сейчас за наставничество платятся, какая-то сумма, я не скажу, вот эти 5 тысяч... Готовят, готовят. Нет, за наставничество уже есть. Нет, сейчас у нас платят 5 тысяч за должность помощника директора школы по воспитательной работе. Ну, и за наставничество, я еще не ошибаюсь. И 5 тысяч за классное руководство доплатят. Вот, да, доплата есть. Но, тем не менее, деньги, они способны изменить ситуацию или нет? Или все-таки здесь по-другому подходить? Вот это та крамола, которую я хотела сказать. Мы так долго все, сами учителя так долго говорили, и мы все, так сказать, их поддерживали в том, что они там мало зарабатывают, там еще что-то. Я скажу, может быть, обижу кого-то, но я прошу прощения. Понимаете, какая штука? Вообще-то государству давно очень дорого обходится педагогический труд. Очень дорого. Именно в школе. По одной простой причине. Вы пересчитаете стоимость часа. Даже если у вас полторы-две ставки. Смотрите, где еще 56 дней оплачиваемого отпуска? А июнь месяц, когда уже детей нет, и вы методикой занимаетесь, там, я не знаю, еще чем-то. Итак, 3 месяца оплачиваемого отпуска. Все не так просто уже давно. Но вот этот стереотип, ах, какие мы бедные, и как нам плохо жить, он этот стереотип уничтожил самое главное. Любовь к тому, что я делаю. Любовь к тем детям, которые тут со мной. Коллеги, коллеги, я вас очень прошу, посмотрите, ведь это бесценно, что они пришли к вам, слушают вас. Ну, не любят, значит, мы виноваты, мы не полюбили их, наверное. Вот то, что касается образования и кадров, это вот это надо решать. Я понимаю, у нас плохо с физикой, с математикой, с педагогами плохо, физике и математике. Это во всей России, но, кстати, в мировой практике тоже. В Штатах на федеральном уровне и на общественном очень многоуровневом работает Федерация женщин с университетским образованием, например. В так называемой программе STEM, вовлечение девочек и девушек в изучение физики, то есть естественных и математических наук. Давайте мы сделаем так же. Я понимаю, что у нас и педагогам некоторым надо будет немножко стать другими математиками, физиками. Они не виноваты, они когда-то получали образование, когда, в общем, ни физику, ни математику как-то не очень уважали. Теперь будут уважать, я вас убираю. Кинжал не полетит без физики и математики. Это точно. Переквалификация. Ну, должно быть еще интересно. Преподавать должно быть еще интересно. А давайте еще про ЗОЖ поговорим. Это Путин тоже отметил сегодня. Про что? Про ЗОЖ. Про здоровый образ жизни. Вычеты предлагает тем, кто занимается, значит, сдает ГТО. Вот. Налоговые вычеты. И это, в принципе, ну, хороший стимул, наверное, потому что поменяться. Это то, что вам знакомо. Вот поделитесь впечатлениями. Вообще хорошая мысль. Вы знаете, последнее исследование по городу Новосибирску, посвященное молодежи, у меня, к сожалению, было только в 17-м году. С тех пор как-то... Есть возможность актуализировать это. С тех пор мы в основном исследуем межнациональные отношения. Надо отдать должное мэрии города Новосибирска. Они всегда вот трепетно относятся к межнациональному взаимодействию и как-то туда стали больше заказывать. Но 17-й год показал мне вот очень интересную вещь. Я боюсь, что за это время мы ее могли потерять. Тогда ориентация молодежи, а мы тогда работали с молодежью с 14 лет до 29. Тогда ориентация была на ЗОЖ очень существенная. Это какая-то, знаете, своего рода была мода. И очень существенно туда молодые люди продвигались. К сожалению, мне показалось, вот эти последние годы, пандемия и потом последующие вот эти годы, некое психологическое напряжение в обществе привело к утере вот этой идеологии. Но не то чтобы совсем, но как-то стало поле ее сужаться. Я, наверное, не открою никому секрета, ежегодно во всех субъектах Российской Федерации происходит исследование, посвященное наркоситуации, изучению уровня, вовлеченности, эффективности работы наркослужб. В декабре месяце, в ноябре обычно во всех субъектах делается такое исследование. И вот последние годы мне показалось, что не то чтобы интерес молодежи нарастает к наркопотреблению, нет, возросло, знаете ли, давление бизнеса, занятого в этой черной сфере, на наших детей. И дети как-то очень быстро начинают сдаваться. Может потому, что вот эта напряженность, которую мы сегодня имеем, она и в учебной деятельности возникает, она и в школьных отношениях. Я не могу вот здесь точно какой-то диагноз поставить, но, к сожалению, вовлеченность определенная формируется. И что самое печальное было, мы раньше исследования по наркоситуации, по федеральной методике, начинали с возраста 14 лет. В этом году мы уже делали с возраста 12 лет. И исследование показало, что мы обязаны в следующем году с 10 начинать. То есть оно до самых младшеньких начинает доходить. Подождите, то есть уже туда дошло, в Новосибирской области? Каждый субъект делает, мы тоже делаем. Я думаю, что тенденции в общей. В Новосибирской области снижается возраст тех, кто вовлечен. Хорошо, в таком случае расширение пушкинской карты. Одобряете в этом плане? Способно отвлечь от улиц и от наркотиков? ГТО способно отвлечь? Прям тезисно? Вы знаете, я бы саму пушкинскую карту несколько иначе понимала. Смотрите, ведь президент сегодня говорил о дополнительных формах образования для детей. Он говорил о том, что нужно построить, расширить возможности доступа, особенно на селе, к спорту и так далее. Вот я бы расширила пушкинскую карту за пределы, что называется, таких вот классических институтов культуры, театр, кино, телевидение и так далее. Я бы расширила, я бы немножко пушкинскую карту дала бы самим детям, ресурсы ее дала бы самим детям на занятия тем же кино, театром и так далее. О, это интересная мысль. Интересная мысль. Спасибо большое, Надежда Дмитриевна. Я напоминаю, что вместе с вами сегодня, уважаемые зрители, Надежда Вавилина, заведующая научно-исследовательской лабораторией Центра социальных исследований Сибирского института управления филиала РАНХИКС. И мы обсуждали послание президента федеральному собранию. И, конечно же, реализация тех ключевых векторов, которые сегодня дал президент на региональном уровне. И дает президент, это все зависит от нас с вами. Давайте включимся в эту работу. Ну а я благодарю тех, кто смотрел за этой темой. Через несколько минут после программы ДПС мы вновь вернемся в студию, но уже с другой темой. Базов будем оформлять. В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. До пяти лет лишения свободы грозит молодому новосибирцу. Материалы его уголовного дела уже поступили в суд для рассмотрения по существу. Парня обвиняют в аварии со смертельным исходом. Об этом инциденте мы рассказывали прошлой осенью. Автолюбитель совершал ночной вояж по левому берегу Новосибирска. Разгонялся, невзирая на знаки. Резко тормозил и перестраивался из ряда в ряд. Словом, игнорировал правила. По данным следствия, 21-летний водитель двигался на технически исправном автомобиле Киорио. По пути следования водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу на улице Блюхера в Ленинском районе города Новосибирска, не принял меры к снижению скорости, вплоть до полной остановки транспортного средства, не уступил дорогу пешеходу, который пересекал проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Фатальный маневр лихача записала уличная камера наблюдения. Пешеход спокойно вышел на проезжую часть, был уже почти на середине дороги и заметил, как прямо на него несется седан. Парень побежал, но скорость иномарки была слишком большой. От удара человек сначала оказался на капоте, затем он перевернулся в воздухе и упал на асфальт. Пострадавшего увезли в больницу на скорой. Медики несколько часов боролись за его жизнь, но травмы были слишком тяжелыми. К слову, погибший был ровесником автомобилиста. В прокуратуре Ленинского района города Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего жителя региона. Он обвиняется по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации нарушение лицом управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. А далее анализ аварийности. За минувшие сутки обошлось без смертельных аварий. Однако в Новосибирске произошли несколько серьезных ДТП с пострадавшими. В Первомайском районе города иномарка врезалась в трактор, а автомобилисту потребовалась помощь спасателей. Примерно в 21.00 45-летний водитель ехал по старому шоссе. Настолько разогнал свою машину, что не успел затормозить перед попутной техникой дорожных служб. От сильного удара водителя Hyundai зажало в салоне. Мужчину деблокировали бойцы МАЗ при помощи гидравлического оборудования. Пострадавшего экстренно госпитализировали. Был ли он пьян, устанавливают медики. Пять человек получили травмы в аварии в Октябрьском районе мегаполиса. Накануне днем там столкнулась маршрутка и «Газель». По предварительной информации, инициатором ДТП стал шофер общественного транспорта. Он ехал по Никитина. Не заметил, что попутки стали притормаживать на запрещающий сигнал светофора. Автомобиль на скорости влетел в грузовик. Травмированных пассажиров госпитализировали. Детали происшествия устанавливают следователи. Гонки по бездорожью с элементами биатлона. Под Новосибирском прошли оффроуд соревнования. Наша съемочная группа побывала на этом мероприятии. Как проходил заезд и какие задания оказались самыми сложными, расскажем далее. В день соревнований температура воздуха опустилась ниже 30 градусов. Но это не помешало любителям экстремальной езды выйти на маршрут. Чтобы вдоволь накатались, настрелялись и хорошо провели время. И 35-ти градусный мороз нам нипочем. Главными организаторами в этот раз стали автолюбительницы. Для мужчин они подготовили задания разной сложности. В заезде приняли участие 23 экипажа. Перед заездом каждому участнику рассказали о мерах безопасности и технических хитростях. К примеру, как лучше цеплять трос или как правильно спускать покрышки, чтобы двигаться по бездорожью. На первом этапе гонки нужно было преодолеть трассу со снежными горками и не застрять. Далее этап стрельбы. Команды должны были добежать до стрельбища, самостоятельно собрать охолощенный автомат, сделать пару выстрелов и разобрать оружие. Затем пилоты и штурманы снова бежали по сугробам, при этом неся на руках особого участника – манекена Жорика. Здравствуйте, это Жорик Вартанов, пока не взводит. Ну, надо с тобой взять и по полосе бегом, 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 бегом. Нет, 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 нет. И ползком, и бегом, там всякое разное. Так, у нас 700. Под ленточку ныряем. Котики, повороты. Ага. Сильно тяжело. Бежать тяжело с Жориком. Посмотреть на мероприятие собрались почти две сотни зрителей, в том числе и дети. За безопасностью следили организаторы, трассы огородили. Но и так все было прекрасно видно и понятно без слов. Меня зовут Франческо. Вы родом? Я итальянец. Как у вас сибирские мужики, которые в такой мороз катаются? Ну, прикольно, очень интересно. Очень интересно, потому что ваша жизнь вообще была очень интересна для нас. Ну, вообще лед, вы живете вообще на лед постоянно. Гонка была на время. Кто быстрее всех преодолеет этапы, тот и стал чемпионом. 706 УАЗик. Первое место. 4 минуты 17 секунд. Как? УАЗик! Да! Экипаж победителей рассказал, машину готовили заранее. Самым сложным для них оказался бег. Как вам победу давать? Легко. Больше газу, меньше кочек. Машину подготавливали, поставили другой двигатель, ходовку. Ну, то есть, грубо говоря, от машины осталось одно название. Ну, и душа. Ну, и как говорил Бен Дизель, не важно, какая машина, важно, кто сидит за рулем, какой экипаж. Вот и все. Приятным сюрпризом для участников и зрителей стал горячий обед. Жареные пельмени и чай. В сообществе автолюбителей «Оффроуд» уже анонсировали новую гонку. Она пройдет 8 марта на территории ЗАТЭЦ-5 в Октябрьском районе Новосибирска. Мероприятие будет посвящено Международному женскому дню. Для автолюбительниц тоже подготовят особые задания. Принять участие в гонке и стать зрителями могут все желающие. На сегодня это все дорожные новости. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на наш редакционный WhatsApp номер 8-983-510-2005. Подписывайтесь и на наш канал в телеграмме экстренной НСК. А в студии работала Ксения Корзун. Берегите себя и помните, дорога у всех одна, но куда повернуть, мы выбираем сами. До встречи в эфире ОТС. А вы знаете, уважаемые наши телезрители, я напомню, что, кстати, с вами в программе «Регион Лайф» Рута Келлер и Дмитрий Великевич, что сегодня день-то... Лишний мы проживаем, да? Лишний день, да. Мало того, что он лишний, он раз в 4 года бывает. Сегодня, оказывается, 29 февраля. 29. Обычно-то февраля, сколько дней? 28. И вот этот лишний денек, он позволяет году нынешнему считаться високосным. Вообще, вот, Рута, ты веришь в приметы какие-то с этим связанные или нет? Нет, абсолютно нет. Я считаю, что все приметы, они к деньгам. Да, и они срабатывают у меня просто вот по щелчку. То есть мусор ты выбрасываешь на ночь? Да, мусор я вообще не держу дома. Поэтому черная кошка пробежала, значит, деньги где-то скоро будут. Ну, это вот мой коллега однажды, наш коллега, вернее, общий сказал такую шутку. И прям хорошая. Да. Причем категорически отношусь вот к разбитым зеркалам, вот веру в это или возвращение домой, посмотреть в зеркало, не работает. Ну, с ладошкой почесать. А ладошка чешется какая? Если правая чешется, ты чешешь кого-то? А это работает, это работает. Я просто так целую всех родных, без ладошек, мне напоминать не надо. Ну, хорошо. А у нас вот правая ладошка к чему чешется? Как правило, что кого-то встретишь, новые знакомства, и у нас гость, очередной гость, потому что тема-то у нас сейчас другая. И наша гость, это астролог Наталья Горелкина. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. На самом деле, вообще очень интересная тема и в плане астрологии, да, и в плане физиологии какой-то. И нумерологии. И вообще, можно вообще поковыряться-то собаке где угодно, как говорится. Помните, да, где собака порыли? А некоторые еще и день рождения отмечают в этот день. Ну, давайте выкладывайте, что нам сегодняшний день приготовил? Давайте, Наталья. Ну, на самом деле, с точки зрения астрологии, это такое некое предубеждение, что вот этот год как-то отличается от других. Что он високосный, да. Но он отличается лишь тем, что в нем 366 дней в году. И так как Земля делает оборот полный вокруг Солнца за 365 дней, 5 часов и 49 минут, то за три года накапливается этот лишний день. Вот. Это был сейчас немножко экскурс в школьный курс, да. Давай, поехали дальше. Вот. И, соответственно, он никак не влияет этот лишний день. Влияет на год. Так, все, мы тогда закончили, получается, пошли домой. Подожди, Дим, не уходи, не торопись, без тебя будешь слышать. Да, влияет на год именно влияние любой планеты, которая отвечает за этот год. Вот сейчас лишний, получается, день. Планета наша крутится, крутится, да. И, получается, планеты рядышком расположены, тоже на нас влияют. Да, безусловно. Каждая планета оказывает влияние. И, например, сейчас у нас заканчивается год Марса. Это про то, что энергия у данной планеты, она такая более воинственная. Моженственная, да, и где-то даже агрессивная, несмотря на то, что Марс отвечает за тонус, за энергию и за желание что-то действовать. То есть этот год заканчивается, сейчас Марсовый год. И намного важнее астрологический Новый год. Не тот календарный год, когда мы принято справлять, у нас 31 декабря. Астрологический Новый год, он начинается в день весеннего равноденствия. В этом году это 20 марта, когда день равен ночи. И вступает в права солнце, будет отвечать за следующий год, оно наступает знакомо и начинает далее двигаться по всему зодиакальному кругу. А как же вот эти все, знаете, високосный год, и вот раньше богам молились, чтобы, не дай бог, в этот оползень какой-нибудь не прилетел, там вулканы. В оползень обычно сходит, прилетает метеорит какой-нибудь. У меня, знаешь, все прилетает. Не, ну можно на самом деле подтянуть любую ситуацию под что-то. Смысл, заложить смысл. Ну вот лично по моему мнению, почему вот такое отношение к этому високосному году, потому что и на самом деле интернет пестрит различной тематикой, что какой-то кармический год, что-то вот должно произойти обязательно. Ну по факту кармы ее не существует, не в понятии судьбы, потому что мы как, ну люди, как творцы выбираем, что нам делать вообще свой путь ежедневно, не в понятии причинно-следственных связей. Поэтому, но влияние каждой планеты на любого человека, оно безусловно есть. И, например, если мы берем солнце, это, ну я считаю, очень крутой год, потому что солнце, это наша самая главная планета, она отвечает за наше проявление в социум, это про то, чтобы быть ярким, чтобы творить, чтобы заниматься творчеством и то, чем, в принципе, мы и занимаемся. Каждый раз что-то творим. Так совпало, что мало того, что високосный год, год солнца, еще год семьи у нас. Год семьи, да. Представляете, как совпало? Мы про семьи как раз разговаривали, акцент президента был на этом сделан. Представляешь, как здорово. Не, на самом деле все не случайно, потому что астрология, вот она даже перекликается, знаете, с цветами, которые выбирают трендовые. И это вот настолько все взаимосвязано, потому что, ну я не знаю, наверное, потому что это уже прислушиваются даже на более высоком уровне. Нет, вот об этом мы еще поговорим чуть позже. А как же насчет людей, которые родились в этот день, и которые фактически 4 года находятся, вернее, живут, проживают без своего дня рождения? Как это влияет на них вообще, с точки зрения астрологии, наверное? Ну, на самом деле, любой человек, который родился, независимо, в 29 числа, в тот день, когда он есть или его нету этого дня в году, то в момент рождения на небе, если небо сфотографировать, есть скрин-карты. Так, мне это... Так. Вот, и судя по тому, как расположены планеты, вот что такое день рождения? По факту... Так давайте как раз это самое время обсудить. Ну, день рождения, это с точки зрения астрологии запуск соляра. То есть солнце... Запуск астрологии. Соляр — это индивидуальный прогноз. Солнце каждый год возвращается в одну и ту же точку в тот день, когда мы родились. И у нас происходит наше обновление. Мы как бы заново запускаем свою операционную систему. То есть вот если я планы делаю не в Новый год, а в Новый год для себя, в свой день рождения, я совершенно правильно поступаю, да? Все верно. Все верно. Потому что это самый важный год для любого человека. Если на Новый год ничего не загадала, только до 4 февраля. Я всегда итоговый год считаю, зачем, в день рождения, в свой день рождения. Конечно, потому что, ну, это с точки зрения, например, когда-то выбрали, что календарный год будет такой. И, безусловно, желание загаданное, ну, представьте, миллиарды людей на земле загадывают желание, оно, безусловно, сбывается. Но когда наши искренние желания, тем более там есть определенные ритуалы, есть определенная подготовка и запуск этого дня рождения, и тогда наш год становится более ярким, более проявленным. Мы знаем, в какие сферы обратить внимание и что использовать можно по максимуму. Мы интуитивно знаем или это вот как раз-таки с помощью... Вы знаете, на самом деле, вот у меня одна из топовых услуг, это соляр, индивидуальный прогноз на год. И когда я его разбираю за два года, прихожу человеку, мы обсуждаем текущий год, и вот у него большинство уже, во-первых, проигралось, и в планах, что он интуитивно о чем задумывается, у него многое совпадает. И люди, как правило, говорят, блин, спасибо тебе, потому что я об этом думал, но сейчас я в этом закрепился. Я, значит, точно пойду это сделаю. А можно вам задам такой вопрос? Астрология такая, ну, весьма, наверное, пограничной дисциплиной это сложно назвать, да? Ну, такая вот история, которая вызывает у многих, у меня, например, в частности, вызывает скепсис некоторое. Недоверие. Вот, да. И может быть связано это с тем, что ее, например, нету в каком-нибудь школьном курсе, не знаю, или в институтском. Астрономию должны ли знать астрологи? И как вы относитесь к тому, что сейчас астрономия не преподается? Ну, в астрономии, наверное, больше про звезды с точки зрения физики. Ну, безусловно, тоже какое-то влияние, но в астрологии это уже и психологическая подоплека человека. То есть, что нам помогает астрономия? Астрономия — это вот то, что, ну, условно, природное влияние и так далее. А астрология понимает нам понять и нашу базовую настройку, вот из чего мы состоим, чтобы потом с этим что-то делать. Взять свой потенциал и его усилить. И вот я, например, уверена, что в ближайшее время придут к тому, что ребеночек будет рождаться в роддоме, и ему будут натальную карту давать. Потому что это знать свой потенциал. Серьезно? Сто процентов, я уверена. Ну, представьте, вот вы родились, вернее, вы родили ребенка, и вы уже знаете, в какие кружки его отдать. Он еще маленький, вообще мелкий. Вы уже знаете, каких учителей ему подобрать. Чем его мотивировать? Не методом тыка, не навешивайте на него свои, например, несбывшиеся мечты, желания, как правило, ну, как родители, условно, грешат. Есть такое, да. Потому что я хотела вот быть там, я не знаю, на коньках кататься, я когда дочь привела свою, она говорит, нет, это вообще не моя тема, я не буду. Вот. И астрология помогает, когда вот я, например, смотрю в карту ребенка, это, безусловно, это первое, что мне помогло понять, это моих детей, супруга, меня вообще. Вот что я, мы вроде знаем себя, но вот таланты свои, кажется, ну, есть, да и есть вроде, что такого. Но когда ты делаешь на этом акцент, увеличиваешь, насколько можно больше в жизни достичь цели, используя вот этот внутренний ресурс в себе. А можно вам задать такой женский вопрос, как к астрологу? Пока ты не забыла, я себе представляю, ребенок лежит в роддоме, вместо бирки ему сначала натальную карту, а потом уже. Нет, его из роддома, когда забирают натальную карту, это чтобы, Дима, уже подготовиться с самого начала. Подскажите, вот как женщина женщине, пока Дима вот там в раздумьях, да, а сложно жить астрологу, знаю, вот такие вот. Так, кто ты по знаку зодиака? Ну, нет, у нас с тобой не сложится. Ну, даже общение, имеете в виду. Или не важно, ты с ними знакома, но ты знаешь, о, овен или о, телец, пойдем со мной, все. Нет, или вот огонь, потоплю я тебя, я вода. Иногда бывает дым. Ну, это не протоплю, знаете, это про гибкость рыбы, это про гибкость, умение, мутабельный знак, умение подстроиться. Ой, это мне помогает. А огонь, лев, ну, это лидер, это лидер, ему нужно быть на пьедестале. Ну, давайте тогда маленько гибкому сотруднику сейчас нашему, давайте вы ответите на вопрос. Да, да. Вы знаете, на самом деле это не то, что тяжело, это очень круто, потому что это мне в свое время помогло, и если мне, например, какое-то поведение, я вижу своего ребенка, и зная, где у него, например, Плутон стоит в первом доме, мне как-то даже отпускает. Плутон стоит в первом доме? Да, но Плутон, это трансформационная планета такая, и она, любая планету, можно использовать как в минусовой энергии, так и в плюсе. И когда она начинает, а это продавление личностью, когда она начинает, вот раньше, я бы это безумно расстраивала, потому что я рыба тоже, я такая как бы мнительная где-то, вот. И мне это, наоборот, помогает, даже, ну, укрепляет, это мою психику, и я спокойнее отношусь уже с пониманием к близким, ну, начиная от дочери, вообще от всех людей, потому что иногда, знаете, вот, если деньги перебьют, триггерят, да, люди начинают, и сразу думаешь, ой, блин, ну чего ты тут начинаешь усовываться и так далее. Ну, понимая, это потребность человека, он так выражает себя, поэтому, блин, это очень круто. Насчет потребностей, скажите, пожалуйста, а много ли сейчас тех, кто вот такие натальные карты заказывает? Вот, и раскидайте, пожалуйста, вот, рынок астрологов, я думаю, он, ну, растет, наверное, да? Да, безусловно. Раскидайте, пожалуйста, средний ценник по Новосибирску, это тоже интересно узнать. И вот, например, на 29-е число кто-нибудь заказывал уже или нет? Не, на 20-е... Раз в 4 года у вас. На 29-е не заказывал, но у меня есть у моей подруги, сестра, она 29-е, ну, знаете, она тогда родилась в 29-е, ее записали на 1-е число, вот, на 1-е марта, то есть вот раньше говорили, выбирай, 28-е или 1-е. Вот, я думаю, сейчас записывают на 29-е, поэтому, если что, можно посчитать с точки зрения астрологии. Но очень большое количество, я, знаете, как-то села посчитать, сколько я сделала разборов, ну, за, там, последние 2 года, у меня вышло около 400 карт, ну, натальных, то есть кому-то поменьше я посмотрела, кому-то побольше. Но люди иногда приходят, и они не понимают, а что это такое, а вообще... Иногда даже приходят, знаете, такой, я волнуюсь, я говорю, почему? Ну, вот ты сейчас что-нибудь мне там скажешь, и что-нибудь... Но это же не про гадания. Ну, есть стереотип, что сейчас нагадают там, или про гноз, сейчас тебе скажут, все плохо, ты там из дома не выйдешь. Нет, это про то, что тут поберегись, это используй, а тут у тебя красный свет. Это как навигатор, навигатор по году, по жизни, ты просто берешь и идешь. И, ну, по среднем, по цене, например, ну, так сложно, конечно, сказать, потому что стоимость астрологического разбора зависит от опыта, безусловно, любого астролога, от знаний его, но бывает от 5000 и, ну, 15-25, и есть астрологи по 60, и есть даже, ну, такие более именитые 100 тысяч. А где вы знания-то берете? Вот это интересно. Я вот, я посмотрю на небо, и кроме того, что где север, я не определю. А я даже не определяю. Где вы знания берете? Ну, знания, это существуют астрологические школы, и я тоже в свое время закончила, но я сейчас тоже вторую заканчиваю, потому что всегда интересна интерпретация разных учителей. А там знания, понимаете, это не то, что просто сел кто-то придумал. Если вспомнить, что у нас там во времена царей там глубоких были астрологи, это наблюдение. То есть были, например, люди понимали, стоит солнце в определенном знаке, градусе просчитывали, и они понимали, что вот так проигрывается событие. И когда-то это все записывали. Даже сейчас до сих пор астрологи, которые очень глубоко занимаются изучением астрологии, не только консультациями, они просматривают, как влияние, какое событие происходит на своем опыте, на опыте других людей, и это все обновляется, обновляется информация, и получается ее все больше и больше. Хорошо, такой вопрос. Вернусь немножко назад, потому что он меня все это время мучил. Про детей, про натальную карту, вот из роддома. А как, ну то есть с другой стороны, это получается не выбор моего ребенка, да, не выбор семьи нашей, да, а выбор другого вообще человека, ну, допустим, астролога. То есть это совершенно чужой человек, который якобы по звездам просчитал. Вот здесь насколько это доверие, недоверие, работает, не работает, ну, здесь же, наверное, все-таки нужно до чего-то, может быть, дорасти даже. Не, ну, безусловно. Во-первых, когда приходят на консультацию, вот я преподаю, например, соляр, вот индивидуальный прогноз на год, и я всегда тоже ученицам говорю, к вам придет ровно тот человек, от которого нужно получить вопросы, ответы на свои вопросы, потому что на энергетическом уровне мы все равно притянемся. и, например, разговаривая, конечно, вот про младенца, если я вам начну рассказывать, вы скажете, ну, заливаешь, ну, типа условно, но если я вам начну рассказывать про вас, про вашего супруга, про ваших детей, которые уже там даже там до трех лет, и как они себя ведут, их поведение, как они реагируют на что-то, там, где-то... Вы не знаете человека, только знаете дату рождения, как легли звезды. Да. Слушайте, ну, это невероятно. Ну, скажите, а вот... Я вас приглашаю. Хорошо. Ну, в таком случае... Уже по очереди. Я не понимаю, почему тогда в Институте международных отношений такое не преподают? Да, например, я точно знаю, что вот глава вот этого государства сегодня встанет с той-то ноги, что вот у него там такие-то, такие-то проблемы, и вот если мы здесь вот надавим, ну, грубо говоря, да, в кавычках, то мы добьемся нужного нам решения. Ну, смотрите, есть влияние любой планеты, и, как я говорила, она либо проигрывается человеком, у него всегда есть выбор. Либо проиграть это в позитивном ключе, либо в негативном, но это остается выбор за человеком. И недаром раньше, например, даже вот, насколько я знаю, главнокомандующие изменяли свое место рождения, время, чтобы не просчитал, ну, я знаю, вот, про Сталина такая информация была, да, чтобы враг не просчитал, потому что у каждого, ну, там, руководителя был свой астролог. Вот. А вот сегодня Владимир Владимирович у нас с посланием выступает, вот в этот такой день, он этот день, 29-е, способствует как раз-таки каким-то таким решениям глобальным. То есть, например, точно все вот безукоризненные решения будут выполнены, и шансов неповерен. Ну, а нет, ты знаешь, я думаю, что безусловно... А все зависит от главных местах. Я знаю, Сибирск область спокойно, а вот за другие регионы я ничего не скажу. Ну, это же, опять же, видите, про выбор, да, кто выберет это исполнять, кто не выберет. Конечно, есть, например, даты, которые способствуют... Ну, донесения, так сказать. Донесения, безусловно. В эти дни лучше есть дни, когда лучше доносить информацию, чтобы услышали. Есть дни, когда очень эмоционально. Это зависит тоже от влияния Луны, и иногда лучше стараться как-то не эмоционировать лишний раз, и более спокойно относиться. В общем, не высовываться, да? Да. Сегодняшний день какой? Ну, сегодняшний день он достаточно неплохой, независимо от того, что Луна находится в Скорпионе, и Скорпионовская энергия, она такая, знаете, где-то агрессивная, а где-то трансформирующая. И вот может быть, кстати, на этой теме, да. А что у Плутона, какая энергия у Скорпиона? Плутон, управитель Скорпиона, он все сметает со своей пути, как говорится, как птица-феникс. Да, для того, чтобы высвободить место и построить новое. То есть этот процесс, он, тем более сейчас Плутон стоит в водолее, и вот этот процесс, он неизбежен, чтобы нам что-то отстроить, нам нужно избавиться от старого. Чтобы прийти сюда, к нам в студию, вам, ну, мы уже чувствуем, что человек опытный, вам необходимо было пройти на стальную карту как-то, да, посмотреть на звезды, к чему-то обратиться, чтобы выстроить сегодняшний день. Ну, я каждое утро, с утра смотрю день. Вот Луна стоит в каком знаке, как вот я сказала сегодня в Скорпионе. И это, во-первых, я рассказываю об этом подписчикам, и тоже, кстати, всегда смотрю. Иногда вот чуть попозже выложу, я понимаю, у меня эти энергии уже проигрываются. И я тоже где-то себе так, стоп, маленечко там пары приспустим, и так же корректирую. Ну, потому что я понимаю, как это работает. И доношу, и, соответственно, какие-то угловые моменты проще обойти. Так, ну и по цветовой гамме. Мне все-таки очень интересно. Давайте коротко, да, по цветам. Да, по цветам. Что у нас в этом году, ну, или сейчас, вот, может быть, в этом дне, или в марте? Давайте в марте на ближайшее. Ну, вообще, вот я вот начала тоже говорить, что используют, вот, кто разрабатывает цвета, там, забыла, как называется, потому что не настолько сильна в этом. И на сегодняшний год вообще в целом цвет, он, знаете, такой где-то персиковый, актуальный, приближенный даже к солнцу, к свету солнца. Яркий, то есть яркий, цитрусовательный. Нет, это может быть не совсем яркий, но, знаете, такой где-то персиковый, такой нежный. Ну, теплый, теплый. Спасибо вам огромное, Наталья, уважаемые наши телезрители. А я спешу вместе с Рутой вам напомнить, что сегодня прекрасный день, 29 февраля. Сегодня было послание президента, мы его сегодня разобрали вместе с нашим экспертом. Вместе с другим экспертом мы поговорили о том, что несет 29 февраля. Говорят, что, чтобы он не готовил, в любом случае выбор за нами. Поэтому, уважаемые наши телезрители, уважаемые гости, Рута, делайте правильный выбор. Всегда оставайтесь на канале ОТС, подписывайтесь на наши социальные сети. Мы работаем специально для вас. Потому что мы не раз в 4 года, а каждый будний день. Каждый божий день, будет правильно сказать. Мы работаем только для вас. Оставайтесь с нами, впереди новости в эфире канал ОТС. Продолжение следует...